Интересные даты ждут Сергея Упасадцев в ближайшие дни. Эти даты связаны с музеем, конечно же, это 18 мая, Международный день музеев, и 20 мая, это Ночь в музеях. Акция, которая стала уже традиционной не только в Подмосковье, не только в России, но и в мире. К ней присоединяются множество уникальных музеев, в том числе, конечно, и наш Сергей Упасадский, Государственный историко-художественный музей-заповедник. О том, что готовят нам в ближайшие дни музейщики, об этом мы говорим с Сергеем Колбасовым, заведующим культурно-массовым отделом историко-художественного музея-заповедника. Сергей, здравствуйте. Итак, 18 мая, это Международный день музеев, он отмечается более чем, по-моему, в 150 странах. Для вас, наверное, это профессиональный праздник, и к профессиональному празднику вы, наверное, готовите какие-то интересные события для жителей нашего района. Расскажите, что нас ждет? Безусловно, музей сам для себя, конечно, готовит, и, наверное, самым лучшим подарком музею самому себе и всем посетителям, всем нам, может быть новая выставка. Лучше этого подарка может быть сразу две новые выставки. И это мы как раз таки и будем наблюдать в преддверии Международного дня музеев. Музей представляет две новые выставки «Искусство реставрации» и «Журавлиная Родина». Чем они уникальны, чем они интересны? Искусство реставрации, выставка, которая в главном корпусе появится, это потрясающая выставка той коллекции вообще предметов, теми предметами, которые будет представлено. Потому что это фантастические собрания, там это и самые высокие яркие образцы древнерусского искусства, это искусство XVIII века, это портреты, это вклады царей. И все эти предметы, которые были как-то воссозданы, как-то получили новую жизнь через труд музейных реставраторов. Это очень интересно. Это одна часть выставки. И здесь же тоже очень интересная находка, мне кажется, экспозиционеров — это авторские работы реставраторов. То есть не только их реставрационный талант, но и их как авторов, как художников, как создателей, как создателей кукол, как создателей своих картин авторских. Это будет очень интересно. То есть мы увидим не только ту работу, которую реставратор делает в свое рабочее время, но его как личность, чем он увлекается и что он еще создает. Да, безусловно, так оно и будет. Тем интересна, мне кажется, для нас эта выставка и для наших посетителей. А Журавлиная родина, которая в Крывеческом отделе открывается, это тоже очень интересная выставка. Она как раз году экологии, 2017 год, год экологии. Она во многом посвящена Михаилу Михайловичу Пришину, писателю, который у нас жил в нашем городе и который сделал невероятный вклад в спасение живой природы. И вот как раз об этом эта выставка рассказывает. Там предметы из разных музеев, не только наши. И действительно это очень интересно пронаблюдать, как это спасается природа и как в этом самом Талдомском заповеднике спасался серый журавль, которым так увлекался его жизнью Михаил Михайлович Пришин. 20 мая день, ночь в музее. У нас он начнется не только ночью, но и днем уже начнут работать музеи, все ваши музейные площадки со своими программами. Традиционно в этот день вход в музей бесплатный на всей экспозиции. Давайте с вами пройдем буквально по конному двору, по краеведческому отделу, по главному корпусу, где что будет ждать гостей. Ну вот здесь, конечно, тоже определенный парадокс. Ну, акция «Ночь в музее» — это вообще необычный формат. И 2017 год он как-то очень щедр на разные юбилейные даты. И в 1977 году появился Международный день музеев. В 1997 появилась не международная, но прообраз «Ночью» музея в Берлине. Впервые открыли музей ночью бесплатно. И сто лет в 2017 году русским революциям. И поэтому появился у нас такой своеобразный девиз акции «Ночь в музее 2017» — культурный переворот. Или даже революционные ветры в музее. Это, конечно, наверное, смело звучит. Мы не то чтобы будем этот культурный переворот ночью совершать, но, во всяком случае, попробуем отследить «Ночь в музее» — это тоже культурный переворот, только в музейном деле. Вот эти разные революционные ветры, эти разные культурные прорывы и прогресс — мы его как раз таки и попробуем отследить. И вот первая необычность — это то, что два музейных явления — необычный выходной музея и ночь в музее — соединились. И получилось так, что работать мы в «Ночь музеев» начнем в 12 дня. И ответ мы, недолго думая, назвали «Ночь начинается днем». В 12 часов в краеведческом отделе музея мы будем ждать детей от трех лет и их родителей для того, чтобы встретиться с феей природы, побывать на выставке «Журавлиная Родина», чтобы каким-то символичным образом и свой вклад сделать в спасение и сохранение живой природы и посмотреть спектакль от нашего партнера, от театральной студии «Театруля» Дворца творчества «Истоки». Меня заинтересовало, конечно, столетие русской революции, как оно будет отражено на музейных площадках. Я познакомилась с вашей программой, у вас это обозначено как квест следы революции. Так какие следы можно найти у нас в музее? Да, это уже не то чтобы у нас в музее, чуть позже, уже ближе, так сказать, к самой ночи, мы откроем акцию и начнем говорить о революциях. Революция как явление, она оставила много следов, и это разные совершенно следы, это и архитектурные следы, это и скульптурные следы, я имею в виду, в разных видах искусства отразилась революция по-своему. Это и документальные следы среди музея и музейных предметов, тоже достаточно революционных следов. И человек, который пойдет по этим следам, он должен будет как раз таки опознать среди многообразия наших архитектурных ансамблей и прочего, и коллекции музея, определить именно, что является следом революции. Я думаю, это будет интересно, к тому же мы потом соберемся, подведем итоги, сыграем в игру столетия русских революций, ну и самых внимательных и самых следопытов, коль уж это следы революции, мы наградим призами. Но эта площадка будет в Конном дворе, да, и насколько я понимаю, не только если мы будем искать архитектурные следы, да, это, наверное, будет касаться и какой-то центральной части города. Историческая часть города, пропутешествуем мы в краеведческий отдел, где как ни там найти в том числе следы революции. Поэтому мы не ограничиваем себя какой-то одной музейной площадкой, мы будем между ними перемещаться и, конечно же, с большим удовольствием будем наблюдать. А что-то подобное делали? Вот то, что гости, которые придут в музей, должны будут отправиться, не знаю, в пеший поход по городу? Это, в общем-то, не так ново, в общем-то. Мы практикуем такие вещи, действительно, потому что хотя бы просто один переход от одной площадки к другой, это уже пешая определенная прогулка. Но иногда это не обязательно переход из пункта в пункт Б, а это совершенно целенаправленное путешествие по исторической части города. Потому что здесь мы, как и в музее, тоже обращаемся к родной истории. Город-музей, в общем. Главный корпус музея готовит 20 мая «Искусство спасет мир», так у вас называется программа, что там нас ждет? «Искусство спасет мир» действительно в главном корпусе, я уже сказал, «Искусство реставрации» выставка откроется. И там мы подумали провести встречу разных видов искусств. Там будет концерт классической музыки в исполнении пианиста Василия Новицкого, это лауреат международных всероссийских конкурсов, это музыкальное искусство. Здесь же, если мы берем контекст и пространство выставки искусства реставрации, и под управлением профессионального художника Дмитрия Орлова, который тоже партнер наш в акции «Ночь в музее» из арт-студии «Волшебная шляпа», он как раз-таки возглавит мастер-класс «Рисуем музыку». Это изобразительный мастер-класс. Вот такой синтез разных искусств нам дал такое название «Искусство спасет мир». К тому же мы будем разгадывать там загадки муз, коль мы говорим о разных видах искусств. А музы, они как раз-таки, наверное, много загадок знают, каждый про свой вид искусства. И игра «Тайны музея», где мы познакомимся со многими интересными характерными особенностями. Ну и завершит это все дело самый кульминационный здесь момент. Это мастер-шоу музейных реставраторов, где музейные реставраторы сами расскажут о своей работе. Как с помощью, будем говорить, действительно умелых рук и талантов, но к тому же еще и известных им технологий, спасти красоту. Ведь это действительно так, как иногда, в каком состоянии иногда бывает какой-то материал, и как он вновь обретает свою новую жизнь. Это очень интересно. Сергей, скажите, пожалуйста, а при чем Алиса в «Стране чудес» у нас появляется в музее чудес? Ну, здесь опять-таки это все же ночь искусств, ой, ночь музея. Все же это ночь музея, и это необычно. А 150 лет назад некто Льюис Кэррол, человек, которого никогда не было на земле, Чарльз Доджсон, ну, Льюис Кэррол его псевдоним, он приезжает в Россию и посещает всего четыре города. Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Сергей Фасад. Как это ни странно, он был в Троицергиевой лавре, и мы подумали, что здесь, это очень нам в формате ночи в музее, человек, который создал свой мир, который вместе с этим миром и путешествовал, нам показалось это очень интересным. Как бы мог Льюис Кэррол вместе со своим сказочным миром и сказочными героями оказаться у нас в музее, и чтобы какой результат это дало. И поэтому мы тоже родители с детьми ждем уже в четыре часа в конном дворе того, чтобы встретиться с Алисой, со Шляпником, с чеширским котом и с теми загадками, которые они для нас приготовили, какие вопросы у них есть для нас. К тому же будем пить напитки из сосудов с надписью «Выпей меня» и будем есть какие-то что-то с записками «Съешь меня». Главное, чтобы никто не трансформировался потом. Ну, некоторая трансформация там будет, но может быть не физическая, но культурная во всяком случае точно, культурный переворот же. Сергей, ну и вот мне тоже очень интересно, я увидела в программе прогулка по ночному музею. Ночная прогулка по музею. Это во сколько же она будет и что можно будет увидеть в этой ночной прогулке? Куда поведете? Это непосредственно сама ночь. Вообще здесь тоже очень интересно, у нас назрел такой спецпроект, классика жанра. Музейная классика жанра, тоже рассмотренная под некоторым другим углом. Чуть раньше, чем ночная прогулка по музею, будет целый ряд экскурсий. Вроде бы классических, но в то же время нет, потому что это экскурсия расследования, это экскурсия открытия, экскурсия секрет, экскурсия загадка, о которой будут рассказывать научные сотрудники музея, как раз те, которые производят эти расследования, разгадывают эти загадки, пытаются понять и продумать те секреты истории. Вот, поэтому это у нас в 18 часов, прямо когда мы открываем акцию, будут уже эти экскурсии. А вот ночная прогулка по музею, она состоится прямо ночью, уже фактически в половине десятого или ближе к десяти, когда, я так уже думаю, что ночь уже физически наступит на улице. И это некоторая фантазия, наверное, наша, создателей-музейщиков, на тему, как же живет ночью музей, и кто может этот музей ночной населять. И поэтому для того, чтобы некоторую магию сохранить и никого не распугать, в ночной прогулке по музею будет минимум света, будет ручной фонарик, и будут тайны музея, с которыми предстоит повстречаться. Спасибо, Сергей. Я надеюсь, те люди, которые придут к вам и на ночь в музей, и которые просто любят наш музей и посещают его, будут раскрывать эти тайны вместе с вами. Я напомню, что сегодня мы беседовали с Сергеем Колбасовым, заведующим культурно-массовым отделом Сергея Посадского, историко-художественного музея. У музейщиков сейчас профессиональный праздник. 18 мая – Международный день музеев, и совсем рядом с этой датой – Ночь музеев, в которой наш музей тоже принимает участие. Всего доброго и до встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пиророс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова